Мазок женских выделений, окрашенный по Поппенгейму, тут видно так называемый симптом или феномен папоротника, когда соли и слизи, вырабатываемые в цироканном канале, выкристаллизовываются в виде таких причудливых форм. Чем больше эстрогенов в сыворотке обнаруживается в это время, тем больше они напоминают ветку папоротника. Когда начало фазы, то могут быть, могут видны быть только отдельные листики. Ну вот еще. Такое. Это все, так сказать, раньше это использовалось более широко, сейчас уже, естественно, определяют, чтобы определить наиболее благоприятные дни. Для зачатия используют уже экспресс-тесты на овуляцию, либо сдают гормоны, сыворотку сдают. А вот такой вот приблизительный метод, даже без окрашивания, там как-то раньше смотрели вот эти мазки, даже без окрашивания под микроскопом. И вот там, если слизь аморфная, то это ни о чем не говорит. И при максимальном количестве эстрогенов в сыворотке и на пике овуляции, тогда они напоминают вот такие формы. Вот наиболее этот феномен выражен в поздней солиполиновой фазе. Это где-то 12-15 день менструального цикла. Вот еще такое. Такое фото. Грубо говоря, самые опасные дни для возможности забеременеть. Дни для кого-то опасные, для кого-то они желанные. Собственно, проблемы с возможностью забеременеть имеют несколько преувеличенные масштабы. То есть, надо помнить, что это, прежде всего, это бизнес и очень прибыльный репродуктологи не обязательно, что будут выдавать при первичном обращении элементарные способы забеременеть, А именно, необходимо обеспечить для обладотворения оптимальные уровни PH, кислотность. Должна быть все-таки щелочная. В кислой среде сперматозоида теряет свою подвижность. И если их недостаточное количество, то это может быть и причиной проблемы. Все, что нужно, я сейчас в описании это более подробно напишу. Все, что нужно, это даже у здоровых женщин может быть повышенная кислотность. PH может быть снижен. И это не связано с какой-то патологией. Если, конечно, если там серьезные какие-то проблемы, непроходимость труб, маточных труб, или какие-то действительно серьезные проблемы, то понятно, что это обеспечение оптимального PH будет не эффективным. Ну, во всяком случае, хотя бы попробовать. Хотя бы попробовать. Человек ничего не теряет.